Теперь нужно сделать профилактику шпульному колпачку. Возьмем вот так вот, открутим вот этот винт, открываем вот так вот хвостовичок и вытаскиваем. Вот это надо все почистить, протереть и смазать. Вот у нас пружина. Эта пружина дает амортизацию нашей вот этой вот защелки. Если пружина лопнет, то соответственно у нас защелка закрываться не будет. Здесь вот тоже приржавело. Это все нужно протереть, почистить. Вот здесь вот посадочное место, тоже взять иголочку и вот это все прочистить. Здесь мусор, ржавчина, все это будет тормозить защелку. Если она не закроется, то нитка будет об защелку цепляться и обрывать, может путать, обрывать, что угодно. Вот так вот все нужно вытереть. Я протираю все тормозной жидкостью. Также вот этот хвостовик. Все прекрасно оттирается. Вот так вот, вот сюда нужно завести и иголочкой там вот так вот. Если пружинка лопнет, то, соответственно, пружинку надо такую искать. Ну, такую пружинку можно взять только со старого колпачка. Так, все протерли. Теперь ставим пружину. Так вот. И вставляем вот этот вот пальчик ставим на пружину. Вот так вот. Подтянули и защелкнули. Вот видите, до конца подтянули вот так вот. И защелкнули. Так, все нормально. Я капну сюда. Ну, я не маслом, а смазкой. Буквально капельку много сюда не нужно. С одной стороны и с другой стороны. И на пружинку тут. Она тогда мягче будет закрываться. Вот, в принципе, все. Вот так вот, видите. Все закрывается. Мягко двигается. Берем винт. У меня отвертка намагниченная. И вот так вот закручиваем. Подтянули. Все. Так, заправляем ниточку. Ну, вот я пробую нитка. Может быть даже и слабо идет. Мы посмотрим. Вот регулировка. Натяжение нижней нити. Винтом затягиваем. Ну, вот регулировка хорошая. Да, нормально затягивается. И смотрите, если у вас вдруг нитка плохо держит, слабо, то, соответственно, нужно взять, выкрутить вот так вот винт один. Выкрутить винт второй. Ну, можно совсем не выкручивать, а вот так вот чуть отпустить. Вот, смотрите, здесь тоже ржавчины много, видите. Значит, это тоже нужно все оттереть. Еще тормозной кабнул. Протрем. Снимем совсем пружинку и пружинку изнутри протрем. Вот так вот. Так, здесь нормально. И протрем внутри пружинку. Здесь тоже ржавчина. Если у вас, вы закрутили до конца винтик вот этот, и у вас плохо прижимает, то нужно взять вот так вот пластиночку. Вот так вот взяли палец. И вот здесь вот посрединке вот этой чуть-чуть ногтиком и поджимаем. Подгибаем пружину. Теперь берем, ставим. Винт очень маленький. Нужно обязательно на магниченную отвертку или на отвертку магнитик положить. И закручиваем. Так. Так. И также второй винт. Теперь берем шпульку. Заправляем. Натяжение пошло. Немного туговато. Я отпускаю винт. Ну вот сейчас нормально. Нитка должна идти плавно, не дергаясь. Видите, шпулечка идет плавно. Все нормально. И можно смазать вот здесь вот. Внутри пальчика этого и сверху. Чтобы шпулька мягче шла. Ну и все. Как поставите шпульку, это большой роли не играет. Если нитка у нас ХБ. Если нитка у нас синтетическая, то конечно при движении и резкой остановке шпулька может набегать внутри и обрываться. Ну тогда или так же капают масло, как я капнул вот сюда на пальчик с этой стороны. На донышко можно капельку масла капнуть. Или же по шпульке вырезать сюда прокладку из лощенной бумаги тонкой. Ну типа кальки что-то. И тоже на нее капнуть одну капельку масла. И все это можно поставить. И нитка тогда не будет набегать в шпульке. Ну и здесь еще когда вы это сделаете, то придется чуть-чуть отпустить винт, потому что нитка будет идти туже, чем так. Ну вот таким вот манером пользуются. Обычно конечно шпульные колпачки в современных машинах уже здесь идут подпружиненные. Здесь внутри стоит пружинка и она придерживает шпульку, чтобы она не набегала. Ну вот так вот. Заправляем шпульку вот так вот. Вот так вот придержали пальчиком, заправили. И вот здесь вот есть еще отверстие. Вот вставляем в отверстие. И ниточка у нас вот получается вот так вот. Вот так вот. Вот видите, до конца его не защелкнулся. Смотрите. И видите, что происходит. Вот хвостик болтается. Вот такого быть не должно. Значит берем, вытаскиваем и вставляем правильно. Вот так вот. Просто чисто механически можете поставить и просто не дозащелкнется. Берем шпульный колпачок и вставляем в сетку. Вот. Раз. И у нас крылышко, вот этот хвостик, он должен быть подпружиненный. Видите? Если мы его возьмем, вот так вот поставим и вот так вот раз, он должен защелкнуться. И при работе ни в коем случае он не должен быть вот так вот торчать. Он должен ложиться вот здесь вот по плоскости. Если он будет у вас торчать или свободно болтаться, то сюда будет цеплять нитка и будет идти обрыв. Это зависит от родной шпульки. Шпулька должна быть родная. Ну, на этом пока все. У. У.